Дебютные шаги новой американской администрации можно без преувеличения охарактеризовать как первый блинкомом. Именно поэтому Конгресс, нация, да и весь мир с нетерпением ждали программного выступления Дональда Трампа, чтобы понять, каковы амбиции 45-го главы Белого дома. С нами на связи корреспондент Евронюс в Вашингтоне Штефан Грубе. Штефан, президент много говорил о новой эре, которая сделает еще более явным величие Америки. Какова ваша оценка этого выступления? На мой взгляд, выступление минувшим вечером можно по праву назвать первой президентской речью Дональда Трампа, первой речью, написанной по законам жанра. Он не злоупотреблял суфлером, практически дословно придерживался написанного текста, старался играть по правилам республиканской партии, используя ее риторику. Думаю, будет справедливо сказать, что до сих пор президент Трампа не был большим поклонником сути и деталей. Удалось ли ему быть более конкретным на этот раз? Вы абсолютно правы, Пол. Трамп не эксперт, знающий ответы на все вопросы, детали его не интересуют, он смотрит на картину в целом. По всем спорным вопросам, как, например, налоговая политика, мы услышали лишь туманные намеки. Что касается реформы здравоохранения, он сказал только, что каждый американец должен получить доступную медицинскую страховку, и что его план, или план республиканцев, или то и другое, состоит в том, чтобы помочь американцам приобрести страховку благодаря сбережениям, которые у них появятся из-за налоговых послаблений и преимуществ. Это оказалось самой примечательной подробностью, которую мы услышали. Он использовал тему иммиграции, чтобы наброситься с критикой на мигрантов без документов и создать впечатление, что любой нелегал, находящийся на территории США, это преступник. К своей речи он несколько раз охарактеризовал мигрантов как преступников. Это остается навязчивой идеей, которая владела им до вступления в предвыборную гонку, и это был единственный лакомый кусок, который он подбросил своему электорату. С первых же недель Трамп столкнулся с крайне низкими для президента в начале мандата рейтингами. Может ли он, по-вашему, переломить тенденцию? Пока рано об этом судить, полувчерашний день был лишь одним из череды для новой администрации. Трамп сказал одно в понедельник, совсем другое во вторник и обратное воскресенье. Например, в выступлении перед Конгрессом он упомянул Чикаго как город с крайне высоким уровнем преступности. Он написал Чикаго и другие города, где есть бедные кварталы, как поле битвы с разгулявшейся преступностью, пообещав сделать все возможное для ее оскоренения. Однако вчера же он подписал законопроект, облегчающий покупку оружия для людей, которые страдают психическими заболеваниями. Как вы можете свести два этих факта к общему знаменателю? Есть и другие вопросы, по которым Трамп постоянно противоречит сам себе или республиканской верхушке. Поэтому я считаю преждевременным говорить о том, что перед нами предстал новый Трамп, который определил новое направление своей политики. Речь скорее идет о смене стиля, но не о сути. Штефан, спасибо за, как всегда, исчерпывающий анализ. Спасибо большое. Спасибо, Паул.